всем привет вы на канале из эстонии с любовью сегодня суббота как обычно у нас холодно еще только плюс 6 но вроде как вроде как говорят что будет потепление не знаю у меня две помидорки замерзли в теплице сорта причем такие хорошие так жалко вернее не сорт один гибрид один сорт ну и я сейчас с утра приехала на дачу привезла еще ящичек помидор проверяю свои владения у нас туда были такие морозцы я даже вон картошку накрыла ведрами сейчас проверю пойди дохла так дорогая редакция да увы ах побитая вот эти большие наверное совсем пришел кирдык моей картошки муж говорил не сажать от женщины которые не слушаются мужей найти вам под ведрами замерзла но я думаю может она там даст какие-то ростки очень все ваша песенка спета а тут я накрывал это живая под ящиком с клеенкой это живая и одна у меня в теплице еще сидит ну ладно картошка и картошка для этой у меня не было видер я его колесом ну она тут вся померла увы даже даже салат замерз весь такой веселый сидел перед заморозками я его из теплицы высадила тут пучками рассаду всю замерзла тут-то помидоры как бы ничего но один ящик я оставила вот тут вот рядом с капустой я про него забыла и там у меня две помидорки приказали долго жить а тут тут у меня в тоннеле все живые ну вот интересно да тут у меня закрытое все тут закрыто и вот тут стоял ящичек только лебедей ничего не делается ну вот они две вот одна и вон вторая замерзли ну ладно а я сейчас тут пять минут поковыряюсь или поеду одному человеку сделаю приятное у меня здесь есть подруга мы не видим все очень редко а знакомы наверное два года это жанна которая моему сыночки отвозила подарок на урал она меня нашла ему на ю тубе и тогда предложила говорит давай я ваш твоему мышонку отвезу подарок и помните я тогда показывала ролик что ее автобус когда они ехали в санкт-петербург на повороте там что-то занесло или как-то и весь багаж улетел в лесополосу а водитель этого не заметил в общем жаннины родственники остались без подарков мою посылочку она везла прямо внутри салона автобуса она доехала до адресата так что вот я вчера у нее была она сама сейчас живет в тарту хотя мы с ней можно сказать односельчане мы обе с урала обе со свердловской области и обе живем но буквально где-то километр километров 100 друг от друга вот у нас даже говор одинаковый кто слышит вот это вот нотку какую-то нашего речи я хотя вот ее и не слышу у других конечно вот кто в нижнем новгороде живет мне кажется голос сильно отличается от нашего уральского также и вот все остальные говорят что я разговариваю по-другому вот же она также как я разговаривает но я этого не слышу я же вот ну и я вчера к ней заезжала и ехала с работы они еще она живет в тарту а сейчас они с мужем в той лад отдыхают несколько дней у нее день рождения был я подозреваю даже наверное юбилей я так подозреваю почему-то не знаю я знаю какого она примерно возраста женщины не задают друг другу таких вопросов тоже вот и думаю что юбилей наверное я вчера к ней заехала знаю что сегодня я еще заеду и тащила ей ящик помидор рассаду она конечно в шоке но она занялась огородными делами глядя на мой youtube канал потому что тоже долгое время сидела без работы и хотела себе чем-то занять и там у себя в доме какой-то парничок соорудили они с мужем вот она в том году выращивала помидоры и вчера и целый ящик помидоров привезла рассады большой такой она конечно в шоке я ничего не говорила что я сегодня приеду сегодня да и сегодня сказала жди меня я тебе еще ящик перцев острых привезу она говорит лена какие перцы у меня парник маленький ну я не повезу конечно перцев человек и так ну в общем вот я сейчас заеду за цветами я и тут кое-каких подарков еще собрала них не хотела я вчера дарить потому что там все равно не в гостинице как-то там стеснять холодильника нету ну там такое только для напитков в общем сейчас я тут какие-то дела по делу и поеду в той ла невозможно ничем заняться ветер прям сносит холодно прямо ледяной ветер просто ледяной я поехала не там еще посылка пришла я заказала опрыскиватель аккумуляторный для дачи еще там какой-то опрыскиватель в общем пришла смс что пришла посылка вот и опять про жану ночью она мне вчера говорит почему ты как не настоящий блогер те выходят сразу камеры а я и самом деле не настоящий блогер я стесняюсь снимать людей без их ведома я срезаю если кого-то сняла я стараюсь убрать голову чтобы ну чтобы не все любят сниматься я даже родственников спрашиваю сына даже спрашиваю могу я тебя снять вот поэтому не настоящий блогер конечно не настоящий настоящие любят снять какой-то там для для контента там что-то такое я даже вон пельмени снимала ну для контента снимала пельмени тесто делаю мне там всяко так обложили тут не так то это не так вчера в ролике написали что я сейчас скажу раз прихорошусь немножко мне вчера написали что я страшила из нарвы знаете я знаю нескольких женщин в нарвии лично знакома очень красивые а я вот страшила из нарвы хотя я ролик не показывала нарви ночью вот не настоящий блогер я все равно все через себя пропускаю она стараюсь быть корректной мягкой ну какая есть такая есть на все поехали получать посылку поехали поздравлять жанну она там она там правда переживает какая тема для разговора будет ей сказала готовься я сейчас буду настоящим блогерами сейчас приеду с камерами с оператором с подсветкой лена какая будет а какая будет тема я говорю как перец острый сажать будет тема говорю так что поехали мне кажется что я купила очень красивый букетик я даже не знаю как эти цветочки называется вот правда какие-то на колокольчики похоже и мне сказали что их можно не да в горшочке сидят их можно землю потом высадить может быть даже они многолетние погуглить что это за цветы с такой корзиночки прямо как красиво я как увидела ну прямо думаю ну же она как раз такая девочка девочка прямо для девочки девочки я приехала в тойла не тут уже где-то должны собираться домой машина их пока еще стоит пер перцы везу но я тебе обещала снимать я снимаю пошли 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 я же тебе научу урожай собирать по красной дорожке да я же я же не я же видишь блогер то хреновый я не умею этот сценарий я не умею сценарий у меня спонтанно что-то возникает и все поэтому да и садовод до блогера снова это тебе букет да это 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 острый перец да ну подожди не подожди вот ты нос засунь сюда и по понюхать чем-то пахнет нет в машине просто ты не по сторонам не смотри а нос засунь какой-то пахнет чисткой химией чисткой да вот я думала нет я думала черная длинная из кухлоярви черемшой пахнет чесноком пахнет черемшой так я вчера не могла поздравить меня прямо ну не было ни времени никак никуда заехать поэтому вчера были помидоры я так и поняла что я восприняла что девушкам кому за 50 как раз вот рассаду и дарят это не это тоже кстати рассада я вчерашней уже рассадой уже довольна да это тоже это можно посадить мне сегодня магазине я не знаю как называется цветочек я не знаю я сама первый раз ну ты по погуглишь мне сказали что его можно посадить видишь я какая практичная чтобы не просто постояла в азии выкинуть понимаешь понимаешь мне вот девочки девочки ты какие-то там за 50 начала я видишь девочки но не только рассаду не только рассаду пойдем выгружаться пойдем выгрузимся до тонометр гда я даже тонометром пользоваться не умею я даже не знаю какое должно быть давление ты представляешь я не знаю да я не знаю какое какое нормальное какое ненормальное давление я не знаю вообще и у меня и у меня не было тонометра никогда это я вчера привезла ящик помидор мы его тут закрыли так это красиво вот это в коленочке возьмешь так это смотри это я только что сорвала вот это в это свое вот это вот я тут снимаю ничего не вижу это только это я не мыла у меня на даче пока нету воды поэтому это все помоешь это все поможет это черемша я не знаю есть у тебя черемша нет и нарвала нету конечно на кавказе то я когда сюда и кушала до местных жителей мы не так я вчера поняла что ты чай пьешь я тут всякий чай чай так смотри вот это все закрыли бы женщина вообще узкую мату на эмоции маты на лиги на нет но там все из эстонии с любовью так с любовью или селены с любовью вот я все время думала что любовью значит это любовь имя а видишь оказывается с эстонии с любовью от элены от элены да ну там если ты не поймешь и тебе все расскажу я не буду там это вдаваться в подробности показывать это возьми с собой не надо куда-то заправляться еще ехать ну давай салфетки я покажу салфетки я покажу салфетки я покажу что давай давай хоть мистико всем пока вы были на канале из эстонии с любовью подписывать меня вчера знаешь какой комментарий пришел мне что я а рекламу то не рекламу то его бесплатно пока мне вчера у родины из нарвы стоила я в родины из нарвы мне вчера написали мы с урала мы с урала пусть не гонят там всякие мы с урала крестоносцы и и по скрипту я сегодня день матери я поздравляю всех мам с днем матери желаю здоровья и счастья детей которыми можно гордиться и покажу что мне подарила жанна сказала что коли я иногда иногда показываю свои какие-то кулинарные творения ну творениями это сложно назвать у меня все по-простому она говорит чтобы было красиво эстетично вот такие вот салфеточки с мимозой веточки мимозы то есть можно какую-то выпечку или что-то красивого так вот оформить положить на такую салфеточку она сказала что еще зимой привозила их эти салфетки но мы зимой не встретились потому что были сильные морозы машины не заводились и не встретились мы зимой она в этот раз опять привезла мы попили с ней чай с туртика которым она тоже угощала и вот такие вот низкая вышивка я очень люблю мимозу помимо тюльпанов ну сюда в следующий раз что-то постряпаю и оформлю красиво всем пока еще раз вы были на канале из истории с любовью подписывайтесь ставьте лайки будьте счастливы что-то что-то еще раз все все все